Всем здарова народ, с вами Варчик. Вот и закончился ивент солдаты удачи и картошечка там красиво у себя на сайте все расписала по итогам как будто бы это наикрасивейший ивент просто персик просто какой он вообще просто классный какой же это был невероятно офигенный ивент и так давайте поговорим что оно было да как для начала скажу вам на каком я месте клановая позиция 50 59 личная позиция 4777 все мало быть намного красивее намного лучше продолжительность этого мероприятия было 14 дней из этих 14 дней два дня ушло на то чтобы менять кланы потом в последнем клане я три дня не играл а играл только один день во втором клане я еще там пропустил пару дней и так мы получаем что около 7 дней я не играл вообще а именно игровых дней было 7 то есть половина причем я был готов играть все 14 дней причем целыми днями я настроился я был готов играть но получились такие вот результаты 4777 личная позиция при том что я только половину ивента отыграл ну и позиция клана 59 в котором я сыграл всего лишь 5 боев как раз 5 боев было нужно для того чтобы картошечка посчитала что я достоин получить клановые плюшки поскольку когда выходишь из клана и вступаешь в новые во время ивента надо сыграть в нем 5 боев иначе ничего ты не получишь от клана именно и что хочется вообще в принципе сказать что на сайте все расписано разрисовано просто офигительно как будто бы это просто просто невероятный ивент прямо офигенный но на деле что получается на деле получается что они добавили новую механику с которой нужно заходить на глобальную карту каждому игроку и выбирать себе бусты то есть ты за очки покупаешь и они же сами дают буст к этим же очкам играя бои то есть тебе нужно самого начала ивента как можно быстрее их покупать для того чтобы отыгрывать бои с бонусами и получать концу ивента много очков в принципе у меня получилось 46 тысяч очков из этих 46 тысяч очков 36 тысяч я примерно набил уже в самом начале и все и потом для меня все плюс минус остановилась а все потому что в кланах такие свинарники происходит просто капец кого-то кикают кто-то там чё-то недоволен большинство общаются как натуральные свиньи казалось бы просто зайди в клан играй тактики делая вывод над ошибками общайся веселись шути прикалуйся но нет большинство кланов сейчас напоминают свинарники для свиней в которых находиться довольно таки неприятно большинство кланов в описании всегда пишут у вас должна быть стрессоустойчивость сколько существуют кланы в картошке они превратились в такие свинарники шо просто капец ведут себя просто большинство как бы для тена в принципе это их дело я не знаю с кого они берут пример если нравится вести себя как свинятина то веди себя как свинятина это твое дело каждый себя ведет так как он хочет и если человек хочет всем казаться и всем видом показать что он свинота это его дело также еще очень много кланов расформировалась взламывались аккаунты командиров кланы распускались короче это был такой ивент в котором все было как хаос какой-то все куда-то бегало туда-сюда формировалась расформировалась распускалась это просто забей плюс еще сайт зависал в начале очень часто поскольку каждому надо бы заходить на этот сайт и клацать эти бонусы к очкам славы организация ивента мне не понравилось никак находиться в кланах мне тоже не понравилось раньше клан казался какой-то более серьезной организации а сейчас это больше похоже на свинарню может это конечно кланы дальнего востока на свинарню похоже но в принципе неважно я ж не успел побывать во всех кланах за один ивента только в 3 вот если бы я побывал во всех кланах тогда было бы впечатление более полное также еще были уникумы которые заходили в чужие тске и всячески там мешали руинили тске шумели там кого-то удаляли что-то там делали в общем всячески пакости ли в чужих тсках в клановых это тоже было вообще некрасиво и это полный пиздец также еще были какие-нибудь люди которые вступали в кланы и во время боя прям перед сам началом скидывали людей справа налево и в бой могли выйти неполным составом такого пиздеца на глобальной карте во время и винта я не видел никогда это просто пиздец полный настолько свинского поведения никогда я на глобальной карте не видел может быть мне раньше везло и я в таких планах не бывал но те кланы в которых я сейчас побывал я просто ах ел какую хуету они себе позволяют творить что по поводу призов 6 февраля на странице глобальной карты откроется возможность обмена заработанных игроками личных очков славы на призы которые будут начисляться в течение часа после выбора час это принципе прикольно обмен призов будет открыт вплоть до 20 февраля призовые танки количество личных очков славы необходимых для получения призового танка равно количество очков славы у игрока на 27 тысяч нам месте и составляет 25 тысяч 335 очков если вы набрали достаточное количество очков славы будьте внимательны обмен очков славы на призы окончательный возврат невозможен поэтому если вы сначала потратили личные очки славы не на танк а на другие призы то вернуть их будет невозможно и танк вы уже не получите короче картошечка вас предупреждает берите сначала танк а потом все остальное на что хватит принципе это логично все призовые танки будут начисляться с комплектом кастомизации ветеран кроме того игроки занявшие места с 1 по 17 тысяч триста одиннадцатая получат стиль молния для той же нации что и призовой танк также еще там какой-то аукцион игроки которые попали на аллею славы но не набрали достаточное количество очков славы для обмена их на танк могут принять участие в аукционе ну и на сайте можете почитать что там за аукцион и тут картошечка нас решила удивить и порассказывать какие же там рекорды кланы побили на первом месте в новой регулярный герой этой номинации клан фрид брежнев танкует они провели суммарно 1034 боя улучшил свой рекорд по количеству боев после гонки вооружений в топ 27000 этот клан смог завести 37 бойцов как-то не сильно много хотя неизвестно сколько их там всего на втором месте нью болт смелые братья по стали их результат 992 боя и завели они 76 бойцов в топ 27000 на третьем месте союз 934 боя за события 50 бойцов топ 27 наибольшее количество побед клан анархист этот клан победил 84 раза подряд но так как до окончания солдата удачи его покинули все бойцы оставшийся командир клана не сыграл ни одного боя в рамках события орден epic win не получит никто нашивки солдат удачи 27795 игроков которые состояли в лучших 10 процентов кланов получат нашивку солдат удачи нашивка легенда глобальной карты на сегодня это нашивка одна из самых редких в игре по итогам солдат удачи в игре появится еще тысяча шесть легенд глобальной карты ну и победители солдата удачи первое место клан психи бай самого начала события грамотная стратегия позволила этому клану занять высокие позиции на аллее славы а распад главных конкурентов в начале второй недели позволило психом без проблем занять первое место второе место у клана тинг сильный состав грамотная стратегия вот и второе место третье место у клана торнадо несмотря на малочисленные личный состав и минимальные инвестиции высокий винрайт плана позволил ему уверенно войти в тройку лидеров вот такой вот ивент получился на мой взгляд это был один из конченнейших ивентов в плане организации клана вот это еще и билиберды но по сути если бы я был в каком-то клане постоянно и играл бы в какой-то роте я бы отсидел этот ивент и он бы мне не показался таким конченным но как минимум я бы заметил все равно что сайт глючит сайт лагает и это очень неприятно когда ты не можешь зайти ничего посмотреть а тебе еще и обязательно туда надо заходить чтобы клацать эти бустики особенно в начале в принципе этот ивент был одним из самых простых несмотря на то что я бегал по кланам я себя находился в каком-то одном это было бы вообще easy и я обзанял бы какой-нибудь более высокое место чем 4777 также еще что очень сильно не понравилось в этих солдатах удачи это очень большие ожидания между боями очень долгое ожидание самого боя когда он уже выскочил сидишь эти кончены 10-15 минут ждешь один бой если ты его проигрываешь это высадка то у тебя потом еще пробел на пару часов может образоваться или на полчаса смотря как там командиры вашего клана понатыкали боев также есть еще люди которые имели время и возможность поиграть но они не могли играть поскольку их могли не брать на бои некоторые люди не взяли танк просто по банальной причине они есть они онлайн они вот сидят ждут их просто не берут может быть считают что они слабые может быть просто человек и не слабо играет но его просто не берут потому что он где-то там бой пропустил выпал взяли другого и тот другой уже на слуху вот он его берут а того кого-то не берут есть кланы в которых ставят очень много боев даже не всегда успевают на них на все ходить есть кланы которые ставят под расчет боев и лишних боев не бывает те люди которые никуда не попадают они не могут куда-то зайти и сыграть какой-нибудь слабенький бой кучкой своей и все они просто сидят и просиживают время они вот онлайн но не ничего не могут делать разрывы между боями по времени очень большие сидишь по 12 часов в день ждешь несколько этих конченных боев и на самом деле организация глобальной карты она такая убогая она такая не интересная и она настолько какая-то нудная настолько слабенькая что это ты сидишь 12 часов чтобы сыграть 10 боев серьезно это что самый огромный какой-то межпланетный турнир где надо ждать по полчаса чтобы там планеты сошлись в ряд чтобы сигнал словился или чё это просто всратая картошка на гк две ротки сыграли между собой один бой чё там ждать я не понимаю пока гномики там в шахтах под землей донесут до соседнего города кабель чтобы соединить сигнал двух кланов или чё чё мы ждем по 15 минут я не понимаю что это вообще такое серьезно чё это за организация вообще это вообще ни о чем в других играх уже давно бы бросили это танкисты они привыкли терпеть вот они терпят по 12 часов в день чтобы сыграть 10 боев да если в клане правильно расставят бои то ожидание будет не такое большое и сыграть получится побольше но если ты где-то сольешь бой все равно получится пробел и этот пробел ничем не заполняется да по циферкам круто все там картошечка выложила вау кланы сыграли по 1000 боев они там вообще спали они 24 на 7 так по кругу и больше 14 дней или чё я за этот ивент сыграл 100 боев 100 боев я сыграл при том что половину и винта я где-то там бродил между кланами то есть итоговая мог сыграть за 14 дней боев 200 если бы эти бои были плотные можно было бы сыграть 200 боев но не сидеть по 12 часов в ожидании неведомого чуда с вами был варчик играть красиво пока пишите в комментариях как вам этот ивент на глобальной карте